Всем привет! Сегодня будет такое обещанное мною видео о моих, как это называется, пустых баночках. Боречка, сделай потише мультик. Боря, потише, сделай мультик. Сегодня со мной Боря, поэтому у меня будет куча посторонних звуков, да. Итак, давайте, наверное, начнем, потому что баночки я тут собрала что-то нормально. Итак, первая вещь, которую я хочу вам показать, не удивляйтесь, честно говоря, это вот такой вот гель для душа, буду показывать здесь, от фирмы Olay. Я не знаю, продаются ли они в России, но почему я хочу о нем сказать, на самом деле гель для душа было бы глупо здесь показывать, но я решила показать, потому что они здесь обещают, господи, как это, супер увлажнение, ультра увлажнение для кожи. И хочу вам сказать, это действительно так. То есть я не встречала раньше гелей для душа, которые бы увлажняли вообще кожу, понимаете. Потому что, ну, как правило, это что, просто запах, тебе проснуться, чтобы было приятно, потер себе кожу и все. Эта же вещь тебя увлажняет, помогает... Минуточку, минуточку, минуточку. По-моему, я себя не сфокусировала. Давайте сейчас сфокусирую. Да, эта же вещь тебе помогает не только проснуться с таким приятным, каким-то сильно ванильным, наверное, запахом, да, с ванилью. Вот, но еще прекрасно увлажняет кожу, повторюсь, да. Даже мой муж, у него очень сухая кожа, говорит, что этим он пользуется специально с утречка, потому что она увлажняет. Он, гель, он, да. Поэтому решила вам о ней рассказать. Она уже закончилась. Хотя, да, мы действительно такие большие боди, потому что маленьких я тут что-то, ну, вижу, ну, какие-то дурацкие там запахи. Дальше вещь, которая, в принципе, тоже такая, наверное, довольно странная для показа, но она у меня закончится, я решила ее включить. Это турецкий, привезенный из Турции, Селеста фирма. Это hand-in-body lotion с оливковым маслом, да, то есть крем для рук, крем для тела с оливковым маслом. Он еще есть такой помпочкой. Что хочу сказать, ну, оливковое масло, вы понимаете, он уже прекрасен. В принципе, он классный, он довольно жирный, и мне он не очень нравился, потому что он такой жирноватый. На мой взгляд, долго впитывается. Хотя бы, повторюсь, мужу с сухой кожей говорит, что отлично. Ему очень нравится, и мне тоже нравилось. В общем, мы им мазали. Нет, я им особо не мазала, смазалась, естественно, он. Вот. Но, как бы, для тех, у кого сухая кожа, я думаю, если вы будете в Турции, присмотритесь. Вот так вот выглядит фирма Селеста Life. Вот. Может быть, вам тоже подойдет. Дальше. Покажу вам сначала уходовое средство и три средства у меня таких, как бы, не совсем уходовых. Крем для тела, который я вам показывала. Тоже какие-то у меня вообще все фавориты, знаете. Ой, фавориты. Пустые баночки такие, привезенные за разных концов земли. Это из Таиланда. Такое вот с кокосовым маслом. Я вам его говорила. Я вам о нем говорила. Мне его привезла моя подруга. Обалденно пахнет. До сих пор кокосом. Как видите, я его просто вылезала. Вот. Это было лучше, что вообще мое тело для себя вообще... Что мое тело кушало, назовем это так. Очень приятное масло. Быстро впитывается. Обалденно увлажняет кожу. Очень вкусно пахнет при этом. Ну, в общем, все. В одном ни одного минуса у него не было. Кто поедет Таиланда и может где-то увидит. Я не знаю, что это за фирму. Coconut Oil. Так и написано. Coconut. Может быть, на iHeart есть. Вот. Может быть, надеюсь, я все это дело не забуду. У меня все большие проблемы. Но я постараюсь оставить все названия внизу под видео. Вот. Так что эта вещь, я по ней еще скучаю. Очень жалею, что у меня закончилась. Дальше. У меня закончился вот такой вот мой тоник для лица от BioTherm. Что это было? Perfect Skin. С микро-отшелушивающими частичками. Такой тоник. Никаких отшелушивающих частичек в нем не было. Такой вот очень приятный такой, знаете, яблочно-огуречный запах у него остался. Его там уже нету. Очень приятная баночка. Мне, конечно, не нравилось, что вот эта вот крышечка, что как-то вот что-то вот здесь. Вот я люблю, когда, знаете, с таким дозатором как бы они все-таки, да, идут. Он содержит спирт. Он мне кожу не подсушивал. Он мне очень нравился. Ну, вот сейчас я использую свой Estee Lauder. Он мне очень нравится. Он мягкий, но он мне стал подсушивать кожу вообще. Что-то у меня с кожей какая-то беда. Вот. Этот мне очень нравится. Поэтому, не знаю, мне кажется, на лето то, что надо. Собственно, я его тогда и брала на лето. Дальше. У меня закончилась такая вот маска от Цубаки. Шесейда. Рублена Демочкея. Серия Демочкея. Такая вот она белая. Я про нее говорила, что ничего особенного. В ней, по-моему, у меня осталось там совсем чуть-чуть. Вот можете увидеть. Я, по-моему, говорила, что она мне не нравилась. На самом деле, нет. Неплохая маска. Возможно, когда-нибудь, может быть, я вернулась бы к ней. Но сейчас нет. Сейчас у меня другие маски. Я еще сниму о своем уходе для волос видео. Все у меня есть. Мне все нравится. Но она мне, кстати, под конец стала нравиться. Волосы были такие шелковистые, мягкие. Знаете, такие прям... То есть можно было, мне кажется, использовать эту маску и не использовать никакой кондиционер. Вот. Поэтому у кого такие поврежденные волосы, возможно, действительно она... Вряд ли она вам что-то восстановит. Но я думаю, такие относительно нормальные волосы, если вот ею пользоваться, то они у вас будут еще более такие шелковистые, мягкие, послушные. Вот. Поэтому этой маске мы тоже ставим плюс. Зачет, что называется. Дальше. У меня закончился мой крем с ретинолом. У меня был вот такой от Ньютроджина. Найт. Да, он мне очень нравился. Мне очень нравился его запах. Ой, такой очень свежий-свежий-свежий тоже. Очень нравился запах. И на самом деле, думаю даже купить еще раз его. Прям что-то я... Я думала между ним и еще одним. Но, в общем, думаю, почему-то вернуться к нему, что он за это дешевое сердит. Мне очень нравилось. На самом деле, не сказать, что мне выравнивало какие-то там морщинки или что-то такое. Поначалу мне казалось, что вот эту морщину мою он не убирает. Но либо я стала сильнее вот так вот делать. Либо... Либо, я не знаю, но она у меня все равно, короче, видна. Я не знаю. Мне кажется, его уже спасет только ботокс. Вот. Что тут еще? Это мы сюда. Закончилась у меня такая вот стирка для макияжа от Горенье. Makeup Remover. Eye Makeup. Вот. Да, очень мне нравилось. Пыталась сейчас купить себе эту же. Чуть не нашла ее в магазине. Вообще люблю вот эти Горенье, Невея. Ну, Буржуа тоже. Ну, что-то вот сейчас не вижу. Это классное, мягкое, ничего у меня это не щипет. Все прекрасно, стирает отлично. Пять с плюсом просто. Дальше. Эта вещь у меня не закончилась, собственно, как и вторая. Я вам сейчас покажу. Боречка, сделай потише. Боря, потише сделай. Значит, вот такой вот от Freeman Barefoot лосьон для ног. Он у меня не закончился. Он какой-то сливой. Его, не знаю, у меня может половина осталась. Но я его выбрасываю, потому что... Короче, он ничего не делает. Вот правда. У меня как бы что-то тоже проблемы с ногами, с кожей вообще. У меня что-то какие-то проблемы прям начались. Он ничего мне не делает. Он не увлажняет, плохо впитывается. В общем, он мне совершенно не нравится. Я его выкидываю. И также выкидываю я, скорее всего, либо, может быть, кому-то отдам. Вот Joyka. Серия Капек. У меня термозащита. Не могу. Я столько всего мажу свои волосы кремом, что использую еще кремовую термозащиту. Для меня это прям совсем... Мне кажется, волосы у меня прям на эти такие... Не знаю, как вам это объяснить по-другому. Смогла объяснить только звуками и показать. Вот. Поэтому ее я тоже, скорее всего, выбрала. Да. О чем я говорила. Да. В общем, я ее выбрасываю. Она мне нет. Нет, нет, нет. И вещь, которая у меня, в принципе, закончилась. Там осталось уже совсем чуть-чуть. Такая пенищася тоже от Joyka. Тоже серия Капек. Это у меня... Такая была... Был мус. Может быть, я даже сейчас покажу, как он. Если там чуть-чуть... Вот. Такой вот мус. Очень такой он жидкий. Видите, он плывет. Его просто наносите на влажные волосы. И ваши волосы лучше расчесываются. Но... Да. Почему он мне нравился? Я им пользовалась. Но, честно говоря... Да. Наверное, я бы его купила, наверное, даже второй раз. Сейчас у меня есть другая от Чи. Но вообще, как бы, это классная штучка. Так что, кто ищет? Называется, знаете, как Living Protect. Если вам нужна эта штука, приглядитесь. Может быть, вам понравится. Ну и последнее, что я хотела бы вам показать сегодня. Это несколько продуктов, которые... Ну, немножко не уход, а так, а со всего потихонечку. Значит, во-первых, давайте уж то, что у меня тоже не до конца закончилось. Это вот этот праймер от Catrice. Prime & Fine. Который был гелевый. Как видите, я его не закончила. Его осталось у меня чуть меньше, может быть, половина, может быть, половина. Я его выбрасывала. По какой причине? Он мне очень нравился, как вы помните, в начале. Действительно, он мне очень нравился. Что-то у меня с моими пожарениями. Нравился. Все, держал макияж. Мне казалось, что он мне стал подчеркивать поры. Действительно, кажется, это было. Но сейчас наступило лето, кожа у меня стала почему-то вдруг жирниться. А, ну, логично, да, лето мне так всегда. И он вообще что-то, какую-то жесть творит с моей кожей. Точнее, с макияжем. Он мне прям сползает моментально. Ничего у меня не держится долго. И поэтому я его выкидываю. Потому что я думаю, что до осени у меня уже не это живет. Дальше у меня закончится такой вот брау-гель от Essence. Он там как бы есть чуть-чуть, но уже это я ничего достать не могу. Он мне нравился. Но сейчас я его больше не куплю. Хочу попробовать вот она с Тейша Беверли-Хиллз. Да, так что также у меня закончились такие вот от Nicole by OPI. Drying Drops. Да, вот такие вот штучки для того, чтобы скорее у вас высыхал макияж. Как это называется? Вот эти вот ногти-ногти. Там еще есть у меня водичка. Но, честно говоря, достать ее отсюда невозможно. Потому что сама пипеточка гораздо короче, чем уровень воды. Поэтому она идет у меня в мусорку. Ну и последнее, что я хочу вам показать. Это вот такой вот крем-абрикот от Dior. Он у меня еще не закончился. Это нейл-крем, да, то есть как для бутикулы. Но я еще вам могу показать, потому что, в принципе, он у меня вот, смотрите, уже сейчас закончится. Я его достаточно быстро расходую. Очень он мне нравится. Девчонки, кто еще не пробовал, всем советую. Ручки-крючки. Всем советую попробовать. Во-первых, посмотрите, какой красивый цвет. Во-вторых, у него такая, знаете, текстура слегка застывшего воска. Я бы сказала так. То есть гель-воск, что-то такое. Он творит чудеса с вашим маникюром. То есть вот как бы что выдает, скажем так, несвежий маникюр. Это уже потрескавшийся тусклый лак, но с этим еще можно как-то бороться. И вот эти вот кутикулы, которые начинают отрастать, грубеть, твердеть и так далее. Вот этот крем творит чудеса. То есть вы им мажете, и у вас эта кутикула остается мягкой все время, пока вы мажете. То есть, в принципе, от маникюра до маникюра вы доходите не потому, что у вас все уже чудеса перестали твориться с вашими ногтями. Да, они уже все загрубели, я не знаю, появились заусенцы, а просто потому, что уже пора поменять вообще лак, да. Еще раз повторюсь, выглядит вот так. Вот у них есть точно такой же какой-то блеск для гук, но это вот именно для, 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 для кутикулы. Что-то я туплю, там набор подлегкаюсь. Вот, поэтому, девчонки, попробуйте. Я думаю, вы не останетесь равнодушными. В принципе, это были все мои пустые баночки. На самом деле, не так много, хотя вроде и немало я их скопила. Да, всем спасибо за внимание, надеюсь, что видео было вам хоть чуть-чуть полезным и приятным. Да, вот, всем пока и отличной недели.